Виновницу резонансного ДТП Ирину Шеремет переводят из колонии-поселения в исправительный центр по решению Верховного Судакомия. Напомним, год назад столичная афемида приговорила ее к 5,5 годам колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года, хотя сторона защиты просила строго ее не наказывать. За все, что произошло. Я виновата перед вами. Я считаю, что социальная справедливость в этом случае помогает детям как можно больше. А от того, что я не смогу работать, я не знаю, что это исправит и будет кому-то лучше от этого. Я понимаю, сколько беды принесла вашим семьям. И еще раз говорю, я виновата перед вами. И это очень глубоко переживаю. Верховный суд Коми оставил приговор в силе. А вот жалоба адвоката в 3-й Кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге принесла результат. Он убедил коллеги, что Ирина Шеремет покинула место происшествия неумышленно вследствие потери контроля над своими действиями и автомашиной из-за стресса и нервно-психических перегрузок после ДТП. С этой же позиции в итоге согласилась и прокуратура. Основное наказание снизили до 3,5 лет колонии-поселения. С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, право на замену более мягким видам наказания наступило летом этого года. Ухтинский суд в ходатайстве о переводе в исправцентр отказал, в том числе учитывая отрицательную позицию представителей спецучреждения, где она отбывает наказание. Апелляция в Верховном суде Коми это решение отменила и назначила ей на оставшийся срок принудительные работы. Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми ходатайство адвоката осужденный Шеремет о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания удовлетворено. Неотбытая часть наказания заменена на один год, пять месяцев, два дня принудительных работ. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сохранено. В начале октября в Сытовкаре подошел к концу гражданский процесс по возмещению морального вреда детям погибшей женщины, ее гражданскому супругу и сестре. Иссы заявили требование в 10 миллионов рублей. С учетом того, что Шеремет добровольно перевела 400 тысяч, еще на стадии следствия, Сытовкарская эфемида уменьшила сумму компенсации до 5 миллионов 400 тысяч рублей. Это решение еще не вступило в законную силу.